Продолжим выпуск. Всего лишь 10% жилых домов в Казахстане перешли на УСИ, а 1500 многоэтажек до сих пор не определились с формой правления. Депутаты поняли, что принятый закон о жилищных отношениях недоработан и намерены его изменить. В частности, в случае разногласий между жильцами, касаемо управления домом, Акиматы смогут на год определять управляющие компании, которые будут следить за порядком и его содержанием. Поправки также внесли в части замены лифтов в многоэтажках. В проблемах и предлагаемых их решениях разбиралась Яна Гладкова. Замены лифтов жильцы многоэтажки в центре Актубе ждали много лет. Старым было почти 40. Служили они с момента постройки дома. Ездить в них решались немногие. Механизмы часто выходили из строя. Новые подъемники установили год назад по госпрограмме. По условиям владельцы квартиры должны были 10 лет возвращать стоимость агрегата. Однако спустя некоторое время жителей поставили перед фактом и в полтора раза увеличили сумму ежемесячных выплат. Жильцов не устраивает, что кредит первоначально был нам назначен на 10 лет платить каждому жильцу дома. Теперь его сократили на 7 лет. И в связи с этим возросла стоимость ежемесячная за кредит. 3 800 тысяч тенге с каждой квартиры. Есть еще один нюанс. Замены требовали агрегаты частично. Не во всех подъездах. А пришлось менять все. Таковы условия финансирования. К слову, один подъемник в среднем обходится в 10 миллионов тенге. Сенаторы предложили доработать эту норму и разрешить пользоваться кредитованием из бюджета жильцам отдельных подъездов. Не всегда можно договориться именно при ремонте данных лифтов. Это связано с тем, что, например, если дом многоквартирной жилой комнаты состоит из нескольких подъездов, заинтересованность только у одного подъезда, это если принятие данной поправки. В целом вопрос по замене лифтов будет оперативно решаться еще сильнее. Еще одна головная боль для жильцов – форма управления домом. В 2019 году приняли норму о переходе на объединение собственников имущества. Предполагалось, что вместо КСК решением общедомовых проблем будут заниматься сами владельцы квартир. Но в народе инициатива не прижилась. На ОСИ перешла лишь десятая часть многоэтажек, а полторы тысячи домов до сих пор являются бесхозными. Вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции местных исполнительных органов определять временную управляющую компанию сроком до одного года, а застройщикам привлекать управляющую компанию сроком до шести месяцев до момента создания. В данном доме новых форм управления объектом кондоминиума. Это позволит не оставлять многоэтажки без управления и содержания. Кроме этого, планируется закрепить за парковками и кладовыми статус отдельного имущества.